Калининградская область по праву считается в России самым уязвимым членом федерации. Еще бы! Ведь вокруг маленького анклава РФ, столь ненавистная Кремлем, Литва и Польша. Этот небольшой клочок земли Путин и его окружение на протяжении многих лет бесперебойно пичкали оружием, запугивая страны НАТО. Небо над Калининградом всегда защищали новейшие российские системы ПВО и ударная авиация. Ну, по крайней мере, до последнего времени. Россия, вероятнее всего, перебросила стратегические системы ПВО и свою анклава на Балтийском побережье, чтобы компенсировать недавние потери на Украинском фронте. Тот факт, что российское министерство обороны, похоже, готово принять на себя дополнительные риски, подчеркивает перенапряжение, которое вызвала война. И это министерство обороны Великобритании еще и сильно приукрасило незавидное путинское положение. Российское ПВО, размещенное на границе с Украиной, как в старой армейской шутке, прикрывает, но не защищает. Последние массированные атаки украинских беспилотников по территории РФ – яркое тому доказательство. Мы видим, что у Путина и так недостаточно военных ресурсов для того, чтобы сокрушить украинскую оборону или противостоять на всех участках наступлением украинской армии. Поэтому Кремль судорожно собирает по всем уголкам своей необъятной родины любые свободные средства ПВО. По Сусекам, то есть на Дальнем Востоке и из-за Сибири, все давным-давно выгребли. Теперь же очередь дошла до витрины Калининграда. Это означает, что на фронте сил противовоздушной обороны не хватает, небо не прикрыто. Возможно, как вариант, ее поставить не на фронте, а, например, где-то в Белгородской области, для того, чтобы обезопасить Белгородскую область условно от пролетов украинских дронов. Еще одним местом прописки калининградских С-400 может стать временно оккупированный полуостров. Именно туда, по мнению военных экспертов, и отправится кремлевское подкрепление. На данный момент вооруженные силы Украины фактически нейтрализовали противоракетную и противовоздушную оборону на территории Автономной Республики Крым. Соответственно, под ударом не только Крымский мост, но и вся военная инфраструктура оккупационной армии в Крыму. Это, в первую очередь, места базирования и ремонта Черноморского флота. Однако, куда бы ни поехали новые комплексы С-400, кардинально повлиять на ситуацию на фронте они вряд ли смогут. Ведь, несмотря на свою огромную стоимость в 1 миллиард 250 миллионов долларов, для украинских ударных дронов и артиллерии они остаются довольно уязвимой мишенью. К слову, для того, чтобы вывести новейшие российские С-400 из строя, устраивать подобные фейерверки вообще не обязательно. Для ликвидации системы ПВО достаточно и одной осколочной гранаты. Главное, чтобы попала она куда нужно. В чем фишка этих станций, что они довольно-таки очень раненые. То есть, даже если взрыв рядышком, и вроде как все стоит на месте, а радар поврежден, то его меняют долго электроника. Осколок залетел, даже маленький залетел в электронику, там, не знаю, пролетел насквозь и всю эту электронику разломал, все это оборудование, провода порвал. Выходит, у Кремля банально заканчиваются ресурсы для ведения бессмысленной и заведомо проигрышной войне в Украине. Но показывать бурную деятельность перед царем-батюшкой Путиным все же необходимо. Вот и приходится российским генералам на скорую руку латать все большие дыры в обороне, окончательно оголяя собственные фланги. Как мы видим, ресурсов недостаточно для того, чтобы произвести стратегические изменения линии фронта.